Елена Бородуля переехала в Анапу с севера около двух лет назад. Говорит, что курорт привлек ее мягким климатом и благоустроенностью, к элементам которой она относит в том числе и новую велодорожку. Ведь велосипед для нее – основной вид транспорта. Я просто счастлива, что сделали велодорожку, потому что до этого мы ездили по проезжей части. Это не очень удобно. На набережной гуляют люди с детьми. Неудобно как для людей, так и для велосипедистов. Потому что они едут, ребенок выскочил, может создаться аварийная ситуация, кто-то пострадает. Я там не езжу. Мужская часть велолюбителей отмечает не только удачное расположение трека, но и его качественное покрытие. Поверхность ровная, без бугров и ям. Нет плиточных швов, как на тротуарах. И самое главное – можно разогнаться, не боясь задеть пешеходов и не мешая движению автотранспорта. Здесь удобно кататься. Здесь люди не ходят по этой велодорожке. Только велосипедисты ездят. Вот в этом даже удобно. Нравится. Более-менее, конечно, безопаснее, спокойнее, нежели по трассе. К слову, пешеходы ждали дорожку не меньше самих велосипедистов. Надеются, что она станет центром притяжения двухколесного транспорта. И прогуливаться по тротуарам и теренкуру станет еще комфортнее. Для пешехода это, во-первых, безопасность в первую очередь. Так как велодорожка, она предназначена для велосипедистов, которые могут свободно передвигаться на своем транспорте. Не мешать гуляющим, отдыхающим, которые здесь проходят. И если смешанное такое движение, оно, в принципе, мешает как и велосипедистам, так и пешеходам. Поэтому это необходимо. Движение по оживленной набережной в летнее время – сомнительное удовольствие, говорят велосипедисты. Другое дело – специальная велодорожка. Двухкилометровый трек протянулся от речки Анапки до Дельфинария. Почти на всем протяжении приятная тень деревьев. В ближайшее время здесь закончат благоустройство прилегающей территории и нанесут специальную разметку. Продолжение следует...